Памятник легендарному композитору Шостаковичу открыт. Он установлен в сквере рядом с театром оперы и балета. Автор Зураб Церетелли. Высота бронзового памятника более 3 метров. Вес 6 тонн. Знаете, я его знал и потому, когда я наброску сделал, вот так посмотрел. Подожди, подожди, покажи. И готовил до конца. Он был чудный, уникальнейший человек. Очень по-человечески. Он поколение любил и поколение его ценит. С инициативой установить в Самаре памятник Дмитрию Шостаковичу выступила Общероссийская общественно-государственная организация «Российское военно-историческое общество». Память о Дмитрии Дмитриевича Шостаковича, она, конечно же, навсегда в сердцах из тысяч самарцев и граждан России и далеко за ее пределами. Но то, что именно в лихие годы, грозные годы войны Дмитрий Дмитриевич творил здесь, и, наверное, и та атмосфера, которая была в нашем городе, и наша великая река, и силы Самарской земли вдохновляли его на творчество, у меня нет никаких сомнений. Я хочу поблагодарить всех, кто имел отношение к установке памятника. Самара, Самарская область – это не просто географическая точка на карте страны. Это действительно одно из сердец нашей Родины. Это действительно культурное сердце России, и появление сегодня здесь памятника – это еще один пример и наглядное доказательство и подтверждение этого тезиса. Памятник Дмитриевича Шостаковича действительно олицетворяет собой очень знаковые события в нашем с вами замечательном городе. И, конечно, этот человек заслуживает этот памятник, как никто другой. Зураб Костанович, огромное вам спасибо. Самарцы новой городской достопримечательности рады и уже охотно делают фото на память. Я приехала специально. Пусть и детям своим, скажу, внукам – это очень нужно. Потом симфония, она и есть симфония. И память, то, что у нас именно во время войны произошло именно у нас – это же историческая дата. Теперь в Самаре есть и бюст Дмитрия Шостаковича. В колонном зале Самарского академического театра оперы и балета установлена работа скульптора Ильи Слонима. Это подарок Самаре от вдовы Шостаковича Ирины Антоновны. Дмитрий Дмитриевич запечатлен в возрасте 35 лет, как раз в то время, когда композитор находился в эвакуации в Куйбышеве и завершал свою знаменитую седьмую ленинградскую симфонию. Это знак уважения к театру тоже, не только к городу, к театру. И я очень рад, что театр обращается в последние годы к творчеству Дмитрия Шостаковича. В памяти композиторе в Самаре на площади Куйбышева открылся первый фестиваль симфонической музыки «Седьмая симфония». Спустя 77 лет после первого исполнения, известное во всем мире произведение Шостаковича исполняют музыканты Самарской филармонии под управлением народного артиста России Михаила Щербакова. С инициативой провести в городе большой фестиваль симфонической музыки выступил солист Большого театра «Самарец» Валерий Макаров. Идею поддержали администрация города, Самарская государственная филармония, театр оперы и балета. Я вдохновляюсь его музыкой, его творчеством, его способностью не бояться передавать свои чувства и свою жизнь в музыке, жизнь русского народа. На фестиваль памяти Дмитрия Шостаковича приехали артисты Московского Большого театра. Солистка оперной труппы Мария Лобанова рассказала, что дебютировала на большой сцене именно с партией Екатерины Измайловой в опере Шостаковича «Леди Магбет». Поэтому участие в Самарском фестивале особенно волнительно. Я испытываю крайне теплые чувства Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Это потрясающий композитор, потрясающий человек. И мне кажется, что давно в воздухе назревала идея этого фестиваля. Огромное счастье, что он реализовался, я надеюсь, на долгие годы жизни этого фестиваля. Организаторы фестиваля надеются, что большой праздник симфонической музыки станет для города хорошей традицией и будет проходить ежегодно. Лариса Шалафаст, Константин Головин, Василий Колдашов. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова